Возглавляю комитет экономического развития, промышленности и инвестиций в Народной Раде. За эти три месяца мы сделали глубокий анализ состояния промышленности в области. Вышли с предложением к губернатору, но видать не царское это дело, он отдал все это дело своему советнику Ванату Петру Михайловичу. На четырех страничках анализа Петр Михайлович сказал, я согласен с каждым этим словом, но вместе с тем то совещание, которое пришло у Гончарука, скомкали, хотя Гончарук надо отдать ему должное, он согласился, что он до этих вопросов, которые подняли мы, они даже не доходят. В чем идет речь? Вся экономика области, она строится на индустриальном комплексе и сельское хозяйство это зерно. Мы предложили совсем новый подход к развитию экономики в области. Это развитие средних и малых предприятий, которые будут выпускать, это не магазины, это которые будут выпускать товарную продукцию. Есть концепция, есть развитие, есть анализ и так далее. Но на сегодняшний день мы так близко подошли к этой теме, что администрация, включая губернатора, замов, они просто, ну я думаю, что они испугались. Первый вопрос, они не понимают, как это сделать. Они, ну, они не знают и, наверное, не хотят, потому что это очень сложная работа, аналитическая, потом идет теоретическая и так далее. Значит, здесь должны задействовать институты, у нас два мощных института и так далее. Значит, они от этого отказались и я думаю, что то, что сегодня происходит в народе ради, имеет отношение и к этот вопрос. У нас, как здесь уже говорил Олег Валентинович, примерно, ну, 20 этих самых, 20 комитетов. Я вам хочу сказать, что каждый комитет, в каждом комитете есть специалисты. И есть не просто там, пришли с улицы. Вот правый сектор, их задача была внедриться. Вот они привели в комитет промышленности двух молодых людей. И Чичили говорит, примерно так, вот возьми этих пацанов, научи. Я говорю, это же не ПТУ и не школа. Что значит научи? Я говорю, кто вы? Он говорит, я паркетчик. Я говорю, а вы кто? А я кафельщик. Вы давайте подбеседуем. Расскажите мне, как вы видите развитие страны? Как вы говорите развитие области? Что вы хотите сделать? Да я не знаю. Я Чичили говорю, а что ты их сюда привел? Так учи, учи, давай учи. Развернулся и пошел. Задача внедриться, развалить и при этом только похлопать. Поэтому я думаю, что мы очень плотно подошли и близко подошли к тем вопросам, которые называются экономикой. А за экономикой стоят деньги. И никто не хочет туда нас подпускать. Вы все знаете алюминиевый комбинат. Забрали 30 тысяч рабочих мест. Стоит за консервированной прокатной. Я встречался с Бастрыгой, все вы знаете, Иваном Михайловичем. Мы с ним встречали и говорили так. Губернатор на всех местах и на всех выступлениях говорит, у нас будет новый алюминиевый комбинат в Токмаке. Мы разобрали, что это за дутый пузырь, который никогда не будет. Никогда не будет. Но нужно об этом кричать. Вот это так званая стратегия. Если вы туда вклините и разберете подетально. Но это все дутое. Все это дутое. На сегодняшний день, вот сто дней прошло, в два раза увеличилась безработица. 45 тысяч стало вместо 24 в области. И было 5,7 в городе, стало 12. У нас 500 тысяч людей работоспособны. Только вдумайтесь в одной области. 500 тысяч людей. Задача наша, и вообще задача государства, создать условия, чтобы если мы есть 500 тысяч, 100, 50 люди будут работать, мы победили. Я вам хочу сказать, что когда мы начинаем на эти темы говорить, ну не с кем говорить сегодня в области. Так называемый советник, Ванат Петр Михайлович, ну 76 лет, надо уже отдыхать, он даже не хочет напрягаться по этому вопросу. Он даже не хочет напрягаться. За 16 лет, которые он здесь возглавляет потенциал, уничтоженный в металлурическом секторе, как говорится, комплексе, завод алюминиевый. В машиностроительном. Порезанный завод, в Токмасский дизельный завод. Сегодня нужны дизель, одни дизель-генераторы, несколько тысяч, десятков тысяч, только нужны дизель-генераторы. Завод, который в Токмаке мог делать, так называемые, пусковые дизеля, они могли этим делать. Ор Сельмаш разрезал. Мне позвонили, говорят, передай привет Барану, что уже и крыши нет. А это небольшой завод, 2,5 тысячи, а в Токмаке 12 тысяч. Этот завод 2,5 тысячи, работал на экспорт. Даже на Францию, ну я Казахстан, Россия, Франция. Бердянске, Дормаш. Вот была выставка, вот была выставка. Вы присутствовали на сессии на 100 дней, выступал господин Шамилов. Сказал, что ему там эти самые поляки написали, что мы не можем приехать. А вы пойдите на выставку. На открытой площадке стоят все две машины, японец и кореец. Где? Я уже даже не говорю об Украине. Где наш Дормаш в том числе? А в середину только Озбол. И две фирмы, которые продают, перепродают сварочное оборудование, как кажется, тряда. Нет. Вот работа этого потенциала, вот работа всей комиссии. То есть всей администрации, что касается рабочих мест. Поэтому я думаю, то, что мы так близко подошли и задаем не просто неудобные вопросы. А мы ставим предложения, на которые администрация не может и не способна, и самое главное, не хочет даже отвечать. Поэтому для того, чтобы это все сломать, для того, чтобы это скомкать, превратить в говорильню, ну пошла пятая колонна. Пошла пятая колонна. Ну, я вам хочу сказать, там, те, которые отделились, вот я просто зашел, ну там люди сидят, ну вот разве что паркетчики. А нам же уже была ситуация, когда кухарка руководила страной. Ну уже было, мы же это все прошли. Мы это уже прекрасно все знаем. Если в городе Запорожье у нас 12 тысяч саботик мест, и я задаю вопрос, что мы готовы, мы готовы, только в том, что я сейчас скажу, 300 квартир выдавать в городе ежегодно. А мне говорит один, не буду называть его фамилией, Александр Тимофеевич, 600 давали в лучшее советское время. Я говорю, тогда на спор 500. По деньгам до 15 тысяч. Мы это создадим. И когда ему сказал источник, он говорит, вот, так мы до этого даже не думали. Надо думать. Никто не хочет думать. И когда мы сегодня приходим, мы не уговариваем. Мы просто задаем такие вопросы, что Баранов, Гончарук, там, Семичаевский, он вообще далек от этого, от всего, что называется, производства. Ванат, они очень неловко себя чувствуют. И поэтому легче всего создать то, что сегодня создается. То есть создается неудобство. Они засылают этих мальчиков, которые не просто, ну, пришли они вчера. Ну, казалось бы, у вас есть время. Нет, они пришли. И только благодаря, ну, там мы нашли одну фишку, что все-таки более-менее прошло нормальное заседание. Я вам хочу сказать, господа, что ни Баранов, это уже 100%, ни вся его команда, тем более Ванат, они не решат в Запорожье, в Запорожской области проблему развития. Если человек, мы им предложили одну, ну, так, развитие города, они называют вещи, которые, я говорю, учите предмет, Петр Адович. Но если вы не знаете, вы что, рассчитываете, что кто-то... Я пришел к вам, я изучил все, что связано со словом Гончаровки.